Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Если вы вдруг окажетесь в Аликанте и поищите в интернете достопримечательности, которые вы можете посмотреть в этом городе, то на первом месте, наверное, вам Google выдаст городок не Аликанте, а Гвадалест. Он находится километрах в 60, по-моему, от самого Аликанте. Действительно интересный городок, там есть что посмотреть, но далековато. Второе место будет замок непосредственно в городе, на горе, называется Санта-Барбара. Посмотреть можно разочек, но на самом деле ничего интересного. Груду камней и все. И третье место будет пещера Кова де Канелобра, которая находится в 23 километрах от города. Она у нас за спиной. Кова де Канелобра с каталанского, ну или с Валенсиана, а Канелобра это подсвечник. И действительно большое количество сталкнитов и сталкнитов в этой пещере напоминают определенные подсвечники, оплывшие вот этим воском. Сейчас пройдем и посмотрим, поснимаем. Пещера представляет из себя огроменный пузырь в высоту. Он от самой нижней точки пещеры до самой верхней 70 метров. А средняя часть, откуда мы сейчас зайдем, такая площадка типа балкона. Кроме красивой подсветки и сталкнитов, смотреть там больше нечего. Сейчас это увидите. Да, во время войны, когда здесь Франко воевал с нефранкистами, внутри этой пещеры было производство и ремонт авиадвигателей. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о пещере. Но главное посмотреть, там действительно красиво. В этой пещере, как вы видите, ничего нельзя. Как видите, нельзя делать фотографии, нельзя снимать видео, нельзя курить. Собакам посещать тоже нельзя, нельзя мусорить, трогать ничего нельзя. Нельзя есть бутерброды, нельзя ходить в купальниках. Можно ходить одетыми. Визит длится около 40 минут. На самом деле меньше. Температура, видимо, летом 17 градусов. На самом деле, снимать видео и фото разрешают в конце посещения, в конце маленькой экскурсии. Билет стоит 7 евро на взрослого человека. Для пенсионеров 4,50. Краткая историческая справка. Пещера находится рядом с маленьким городишком. Он Бусот называется. Расположена на высоте 700 метров над уровнем моря. На северном склоне Сьерра-Кабеса-Дор. Кабеса по-испански голова. Дор это значит золотой. Получается, на северном склоне гор золотой головы. Или гора называется золотая голова. Не знаю. Это пещера карстового происхождения. Общая площадь, как сообщает путеводитель, более 80 тысяч квадратных метров. К самой пещере пробит тоннель длиной 45 метров. Его создали во время Гражданской войны. Как я уже сказал, на республиканской армии пещера использовалась в качестве ремонтной базы для самолетов. Тогда же и забетонировали несколько площадок внутри. Высота от самой нижней до самой верхней точки 70 метров. Представьте, 70 метров. То есть стандартная пятиэтажка у нас 15 метров. Получается у нас 4 пятиэтажки и еще 3 этажа. То есть 23 этажа. Обалдеть. Самое название Каннелобра пещера получила в первую очередь благодаря вот этому огромному стулагмиту, похожему на подсвечник. Каннелобра – это подсвечник. Его возраст более 100 тысяч лет. Конечно же, при определенной доле воображения можно разглядеть в причудливых наплывах известняка самые разные фигуры. Поэтому экскурсовод радостно тыкнет лазерную каску и многочисленные выступы и сообщает, что вот здесь медуза, здесь лицо женщины и так далее. В этой пещере регулярно проводят концерты этнической музыки. Здесь даже такую площадочку сделали. Акустика этого огромного зала придает такую определенную, я бы сказал, необычную окраску эти мероприятия. Ну вот, как-то так. После посещения пещеры нужно подкрепиться. И вот там уже несут еду. Мы зашли в уличную столовку. О, братья, ас. Это вот, пожалуйста, ветчина, хамон-йорк так называемый. А у меня бульончик с шариками. Кальдо кон пилотто. Пилотто – это шарик, он же мяч футбольный, к примеру. Это буквально столовка рядом с рынком центральным Аликанте. И мы заказали дневное меню, меню Дель Диа, ну то есть комплексный обед. Посмотрим, что такое. Что-то бульон сейчас вам скажу. Насыщенный мусной бульон. Похож на горячий холодец. Машар, наверное, со свининой. Просто фрикарик с мясом. Ну и что, подкрепиться в такую прохладную погоду можно. Так, а это у нас второе блюдо. Значит, вот это курица в чесноке с картошечкой. Мне приносили ту же самую картошечку и пискодитос фридос, то есть рыбу во фритюре с грибами и прочими. Так, ну сейчас я вам скажу, что это по вкусу. Так, ну позвольте по-свински рыбу точу. Она такая мелкая, что я ее предпочитаю есть вместе с головой, с костями. Прикольная рыбка. Ничего особенного. И картошечка. Короче, очень простенький такой комплексный обед. Ничего особенного. Достаточно вкусно и быстро можно съесть. Что еще хочу сказать. В Испании, нет, не буду говорить за всю Испанию, но пока не в нашем регионе, я заметил, люди приходят в ресторан даже на пообеды. Не чтобы быстро поесть и куда-то бежать. А сесть, расслабиться, не торопясь, отдохнуть, растянуть от удовольствия на час, полтора, на два. Поэтому, если вы ожидаете, что вы пришли, если ранных вам тут же прибегут, возьмут заказ и унесутся, то, скорее всего, этого не получите. Потому что, я бы даже сказал, что это считается, наверное, невежливым. Потому что официант понимает, что человек пришел пообедать. Прибедок святое, нужно расслабиться. И если он быстро прибежит к тебе, сунет к виду и унесется, это будет считаться, что ешь и проваливай, нечего, если бы так расселся. Поэтому именно с этим настроением, я считаю, нужно в наших краях садиться с твеской. Добавить буду за кадром, а стоимость обеда вы узнаете в конце. Покажу чек. Это за двоих. Вот такой обед, такая прогулка. Как вы видели, 9,50 стоит этот комплексный обед. В этот комплексный обед, кроме показанного вам еды, входили напитки. Можно взять воду или пиво, можно взять за ту же самую цель, или сока. И входил еще и постерс, то есть сладости, десерт, который мы заказывать не стали. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова